Приветствую вас, сябры, из Литвы. Приветствую всем. Меня зовут Андрей Паук, это Глеб Сандрас. Представник Стачечного комитета Беларуськаля. Глеб, немного про себя расскажи, почему ты вырослась бег с такой доброй работы, с такой большой зарплатой. Ну, может быть, у меня не таки были большие заработки, как я удивляюсь, некоторые. Я на Ватагучу его, это, например, 1100 рублей в месяц, но моя работа была не тяжкая, спокойная, не напряженная. В шахте есть много техники, начинают машины, которые привозят людей на участки и собираются назад на ствол. И тракторы, бульдозеры, погрузчики. Так ты их ремонтуешься, Кирилл? Нет, я их заправляю. А, заправщик ты? Так, дизельным палевом. Вот все, как в спионских боевиках. С этой операции, потому что не мог я погодиться с тем, что отбылось в нашей стране. Я все же таки сподзаюся, что в худшем часе мы все вернемся и на свои операционные места, потому что я люблю свою працю, люблю свое предприятие. Хочу, как бы оно квитнело, как бы там поважали правы рабочих. Отмывление от працы, прасполитичные некие мотивы, это одна из самых эффективных просто сброя, так, сброя, как можно выразиться, у нехвалтованных змаганий. Хто тебе так научил? Научил? Ну, сам? Ну, мы сами, цей куловода у Чехословацьки. Ну, гляді, СМИ пишуть про гэты вашу стачку гэтую вашу, так? А што минавіта сайт вашого предприемства? Предприемства, да? Предприемства. Сайт предприемства настолькі круты, што там нема беларускага интерфейсу. Технологія, опы, опы, предприятия, історія. Есть у нас пресс-центр, есть у нас. Део у нас, део, контакт. Вот, новости. О, пресс-центр, новости. Новости, открываем новости. Открываем новости, што у нас на ручах? Энергетическая проблема региона решена. Решена. После двух строительства, которое вело электро запущено в работу, подставлено... Работу в плановом режиме. Работаем в планов 28-го... Жнивня было. Жнивня. Така новина. Не, вот смотри, ОАО беларускалі 9... Щераву. Все работают. Щеруда управлення работают. Так што ти хочеш сказати, што брешуть? Што вы, 28-го жнивня не працавалі, што ли? Я не. Слухай, така... Добро. А колькі вас у вогулі людзей працуюць, колькі не працуюць? Колькі патрималі таку акцію? Яны... Все задовно у нас спачатку було. У алтораку шо 18-го числа, да, мы... Мы домовіліся так, што... Мы не будзем виходзіць на прасу до такому муанту, пакуль. Гэта чалавек не сыдзя в адставку і не будзіць проведзіныя... Справедлівыя выбора в нашій країні. Так, і гэта чалавек што вам адказал? Гэта чалавек што нам можа адказаць? Паслаў на вас айтых с пагонами? Ні. Ні паслаў? А каў ўжо паслаў? Гэта ўжо пазніе пачало. Ну, прастры дні до тебе прашлі сказалі. Ні, не прастры... Прашлі до мене 29-го жди. І што сказалі? І хто прашлі? Твоя міліцянта... Праставіліся хоць? Ні. Мені гэта не зікавала. Ну, але яны не праставіліся. Не праставіліся. Гэта был Пискун, так, Михаил, так, майор сальгорскага Рауса, так, старшыўчызкова. Так, можа мы га найдзем, абаждзі. Знадзем мы га. Мождзі на сайтах є? Можа на ў соцсетках є? Пискуння? Ужо ён ёсць ў чорной кнізі. О, ён? Ён. Сказалі, даваця праедземця. Смелые толькі ў Раусі. Не, і так, як ім начальства сказала, так, я не робець. Ну, добра. Праехалі? Гэта ж людзі, они ж паднявольнія, так сама. Эцій как-то... Народ карпаратівний. Ну, да і все, і праехалі мы Раусі. І пачалі скаладаць на мене праатакол па артыкулі 23-34. Удзялу несанкцінованым мероприемцтві. Довга все гэта було. І гадзіны прас-пауторы зайшоў начальнік Рауса. Ну, давай гэго знайдзім, хто ў ця начальнік Рауса. Шаровар Александр Александр. Йон. Йон. Ну, нормально. Ну, ось такі. Шахтёв. Ну, і зашёл Йон до тебе. Зашёл, сказав, Глеб, нам треба з тобою сір'язно поговоріць. А до гэта гэ было несір'язно? Пауторы годзіна? А тымлювець, што так. Йон сказав, я тобі зроблю прапанову, ад якой ты не зможеш адмовіцца. Так. І гэта така прапанова була. Ти перестаеш займаць. Хернёць? Хернёць, да. І з тебе овса адказнасть знімаецца. І буде мирне небо надгалава. І буде мирне небо надгалава. Мы домовились. Так. Записали видео. Подписывал чтё-нибудь? Домовились? Нічого не подписывал. Пасля гэта все було передадзі на Менск. І я кажу... Караеву? Я са свічкай не стоял. Ну, зверталіся до гэтага чоліка, товариш генерал. Ага. І я кажу, ну, мы ж домовились і заключили джентльменське паганіння. На словах? Да. З ментами? Патрямлювець, што так. Ну, слова офіцеры, што такоє. Ну. Я кажу, давайте, выпускайте мене ўже. Він каже, мене сказалі в Менску, што вы некі реквізіты карты выкладалі в інтернет для збора грошей. І гэтым ты займался. І што тут такого кримінального? Я кажу, я гэтым займался, так. Він каже, а мене тут сказалі з Менску, што тобі треба зробіць. А хавіровання добра, хватне. І тадим і ця випустим. Я кажу, як так. Ну, ось так. Каму добра, хватне. Прапанавалі спочатку ў діцячы дім, ў червонадворцах ў нас. Я на тебе шантажавалі ці, што? Як тарасцениць? Мені сказалі, от, зробіш гэт. І мы тебе випускай. Така, на якій підставі, на яких умовах? Ні на яких умовах. Ні на яких умовах. Така, не сказали, ти мог би нам дати щось. Ахвіруй нам на нові погони, там, на значок. Могли. Могли. А ліж не сказали. Тому ж ти офіцер. Тому ж ти. Гаспада. Так што ти ахвіровав? І я сказав, што у мене, паколькі, моя мама інвалід і знаходзіць у Червоно-Слабовськім домі інтернаці. Кажу, давайте туды. І хапіла у мене кемлівось сказати, што не ў сега ті гроші, на каторі на карте, ті, каторі нам ахвіровавалі в фонд солідарністі. Так, з астачкамам. Кажу, більше частка грошей моєю, їх збирав на машину. А, таку їх логіка була така, вам карте і дали допомогу, фонды допомогу дали вам? У нас був особний рахунок, мой, приватний. Ну, ми так домовіліся. Ага. Каб нам на перші час там някі калі што, люди непосрідно нам закидывали гроші. Каторі на гайту вашу дзейнаць, незаконну. Незаконну, да. Незаконний фонд, незаконна дзейнаць, незаконна дзержаві з незаконным президентам. З незаконными мільціянтами. З незаконными мільціянтами. Так, накидалі вам гроші, а не ведалі пра гэта, так, і кажуть, ну, давай ты гэтымі грошамі ўжо падзіліся з соціально орендованными... Да, типо падзіліся інститутами. Короте, не будзім тут мородзіць. Перевел я 7 тисяч у беларускіх роблів на рахунок гэта гадому інтерната. Так. Що гэт отбывалася в жителіне Беларусьбанка, здымалася на камеру. Так што, отпустили? Отпустили, да. Що, і потім... Стримали, стримали слово офіцеров. Да, стримали, да. Так. І... Ну, мені там не... А, мені сказали, що коли не перестану я займацься хернєю. Хернєю вдалі. Да. Тодаліше моє ліс буде вирішене на найвайшайшому узровні. У Караєва самого? Походу, да. Походу. І це може быць... Надовго. Можа, гэта будзе пачынацца ад 10 сутак і до 10 год. Ну, улічывающе той, як у нас узбуджаюця кримінальні справи і як у нас садзіцца людзі. Угу. Колькі у нас ўжа Ціхановська гамарінуюць просто. Ні за што, да. Ні за што. За то, што я... Ладна бы там... За то, што я народный лідзір. За то, ладна бы там трохі пабуяню хацяби. Ну, хацяби кога міліціонера. Погладзю, погладзю. Плюну. Погладзю пабуяну. Ти я там маску снял. Снял маску, да. Так було б за што сажайся вже. Слухай, ти бачиш вось своїх вимагаторів, так? Што б ти хочеш їм передадати? Я хотів їм передадати. Заставаць людьми. Погладзю ще йось шанец. Тобок переходит на бок народу. Сложить спагону. Погладзю, што доведеться так. Так, і... А пасля, калі руки не замаралі, все, ми їх адновим. Адмаем. Адмаем, да. Вениками, прапарем, гарелочки нальем. А гэтым, на жаль. І в шахту. І махчима, да, в шахту. Прас пару дзен, калі вже з'їхав з городу, мені почали забепо телефонувати. Так. Прийти дать сломачання на конд. Дзенність, економічність, тачкама. Ну, я сказав, што я вже не в городі. Ну, я і був не в городі. Далека. І... Треба було вирішаць, штось ця робіць. Ага. А то якби прийдеш і вже не вийдеш. Ага. Ну, я не могуць сказаць, што ты вийдеш, але ты не вийдеш. А може быць і на дворот. Ти іще папросить, а хверавання. А іще папросить. А пасля, яны выпустіли ж цудовны працях блокбастера. Да? Про Моролік? Да, на БТ. Про кутюжника великого Сандроса. Так, ну і що тут про тебе кажуть? Давай зараз ми поглядем. Поглядем, покажем усім. Впрочем, те, хто все-таки какие-то средства из-за границы получил, тут же растворились. Этот персонаж после неудачной попытки организовать забастовку на предприятии понял, что в Беларусі его успешное будущее не ждет. Пресс-секретарь стачкома Беларуськалия решил перебраться в Литву. И, как оказалось, не просто так. Ведь деньги для бастующих собирали как раз на его платежную карту. Карту оператора заправки предприятия Глеба Сандерса. По 21 августа на нее поступили лишь незначительные суммы. Но уже с 22 числа стали активно зачисляться средства из различных источников, в том числе из-за рубежа. Максимальный размер денежных средств, которые собрал фонд, составлял около 18 тысяч белорусских рублей. А если деньги есть, значит, кто-то может их тратить. Тратил их именно Сандерс. На видео 31 августа в отделении банка в Солигорске он обналичил 10 тысяч рублей и положил их себе в сумку. Далее он перебрался в Минск, где продолжил кутить на собранные средства. Глеб с компанией приобрел алкоголь на несколько сотен рублей. Деньги шли и на еду, и на развлечения. С 8 по 17 сентября Сандерс, уже находясь в Вильнюсе, продолжил гулять за чужой счет. Он потратил 140 евро из фонда. Ну что, сейчас 140 евро потратил? 75 из них были на тест на коронавирус. Так я не разумею. Где Крамола? Что они высасывают с пальца? Я у тебя хотел то же самое. Это блокбастерцы, да? Вот это я дарил гроши, которые я снял. Это застались они аккуратно. После того, как отжали у меня 7 тысяч. И я сразу сказал про это своим отдельникам с тачки. Сказал, что я не хочу больше никаких грошей иметь. Давайте просто то, что есть у нас теперь раздамо. И все, приберем обвестку с номером карты. Не будем больше таким чином просить людей нам допомогать, бо это не безопасно. Как мы заважали. Не безопасно. Вот, поглядите, как людская солидарность бентежит в ладу. Потому что это показывает, что мы можем быть самостоятельными без кукловодов. Без чехословатских. Да, без белорусских, всяких там, шкловских. А он хочет, чтобы мы их кормили. Хочут. И тому, а для того, как мы складно працавали, треба пока была идеология, которая будет оправдывать то, что ты становишься, какой есть. У вас есть идеолог на вашей вытворчестве? Есть, конечно. И что он делает? И что он вам скажет? И она. И что она говорит? Давай, может, ее найдем? Давай. Как ее зовут? Галина Плескунова. Она? Так. Привожая? Ну, есть такое. Ну, она, так сказать, как рупор просто в белорусской. Далее. Это вот она так працует? Потримливается, что так. Заслужил? Ну, рассказывай, как у нас там все хорошо. Да, в белорусской. Ниаких забастовок не было. Не было. Так, короче. А теперь прокуратура, спробуй она лечить. Короче, в рот она. Жесточайше. Вот. А главный-то идеолог у нас кто? Намесник, гендиректора по кадрах и идеологии. Михаил Севрук. Знаете меня? Не хочешь ее передать что-нибудь? Галя. Ну? Ну, хара урасть. Ну, ты ж... Год тому сбиралась, оказала мне, сбираешься с белкали, а сходишь. Подманула. Подвела. Подвела. Рудоберская показуха. Да какие-то выники сделают? Эффективно забастовка, эффективный страйк. И чего не хватает для пущей перемоги? Ну, ну. Расшучесть. Расшучесть. Расшучесть не хватает. А чему не хочет расшучить людей? А потому что шарка шкварка. Шарка шкварка есть. И каля есть еще в земле. И каля есть еще в земле. И есть за что жить, таму есть что гублять. Кали не будешь его гублять, кали почнется голодный час, треба будешь сходить в лесу. А кали это будет? Ну, мне сдается, что это конец кастричника, початок. Будет такое. И тогда будет расшучесть более. Я не могу сказать, будешь то, что это не будет. Но на мою думку, так. На мою приватную думку. Что тычется организации самих забастовок, стачек страйков. Бо, оказывается, у нас нельга згодна с беларуским законодавством. Так званым законодавством. У нас нельга экономичные, да. Можно только экономичные потребования вылучать. А политичные нельга, так. Али навод экономичные потребования и организация законной забастовки. Законной. В Беларуси гэта прикладно, як 4-часные празрысты выборы президента. Як вода на Марсе. Як вода на Марсе. Як дозволенная шэстя по центральным проспекте Менску. Як зарплату 500 баксов у Рудобелцы. У Рудобелцы, так. Гэта то же самое. Гэта не мог чына. За увесь час иснавання гэтага закона об забастовках, не было неводной забастовки проведено. Не было. Не было дадзіна згоды, нічога не было. Гэта раз. По-другой, учим сэнс. Межнародный пакт об экономичных, социальных, культурных правах, а он, ратафікованый Верховным Саветом БСР, яща в 1966-м ходе, дозволяя нам обвестить стачку по политичных мотивах. И мы зараз зачитаем. Обожди, давай, какой пакт? Пакт. Давай наберем, да покажем, что ты не зголовы гэта придумал. Зараз. Часть 1, часть 2, статья 2. Каждая, ну, оно? Так, пакт. Так, пакт. Пункт 1, часть 3, статья 101. Часть 3? Ну, что-то у меня так написано, а я... 101? Что-то тут до 31 только. Не, пачка. Давай все-таки. Початку. Артикул 8, артикул 8, открытай, ласка. Часть 1. Право профессиональных союзов, да. Вот, откройте. Право на преусловие осуществления... О, право на запостовки, преусловие осуществления в соответствии с законом. Это не подходит нам пункт такой. Не на то кукловоды спаслались. Частка 2, статья 8. Вот, частка 2, статья 5 только тут. А цитой мы пакт открыли, уголь, пытальня. Международный пакт об экономической, социальной и культурной поводу. Ну, да, все правильно. Короче, мы запутались, а вот Глеб каже, что пакт таки... Дае им право удзельничать у забастовках, але мы нечто в интернете не знашли. Тую статью 2, артикул 2 и пункт 8. Короче, Юрс сказал можно, держава сказала нельзя. Нельзя. Кто-то в рот. Кто-то в рот. С дорогих садов. Я хотел бы сказать, что право на забастовку как наибольшей, одну из наибольших эффективных формов нехвалтованного сопротива для достигнения своих металов, да, метал свободы, справедливости, ровности и братерства, и спокойного життя в стабильной, динамично развивающейся краине под мирным небом головой и с уседями сябрами из всех боков мы применяем гэтае права и им корыстаемся. Это такое же самое фундаментальное право, як на свой мирный протест, шэсти пикеты и демонстрации, для яких непотребные ваши дозволы за 15 дзен. Но это тут у Литве непотребное, там потребное. Там ты не маешь силу. Это агульное имкнение усих свободолюбивых народов. Пока ли я не начинаю колотить шивы, подпаливать сцены и убить, не дай Божа, милициантов, и могу, учаска ли люди не спять, ходить и выказывать свою позицию. Так, дякую тоби за твое свободолюбие. Наповно наши родобельцы и инши Беларуси натхнятся твою промову и будут страйковать надалей больше, расшуча. Страйковать, стачковать, бастовать, не ходить на працу, не кормить гэтый режим. Шукать сабе одинадумцов. Коли нема мужнасти все ж таки расшучасти зарабить гэта, приходьте на працу, робите все в ответственности с вашими инструкциями, правилами оховы труда и техники безпеки, заповолюйте працу. Коли гэта немагчыма, выходьте просто хотя бы з праволадных правсоюзов и старайтесь створить свое. Звертайтесь у беларусский конгресс демократичных правсоюзов, вам подкажет, як гэта зарабить. Расповсюджывайте информацию и головное не бойтесь. Не спыняемся и перемогаем. Живе Беларусь! Лежьте пары, ляжьте губа!